Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко, и сегодня я хочу показать еще одну короткую партию, которая в принципе в каком-то плане тоже может подойти к категории ловушки в дебюте. Вот, ну на самом деле здесь скорее была даже не совсем ловушка, а просто такая типичная ошибка, которую тоже в общем-то важно знать и в которую попадают иногда даже довольно сильные игроки, вот, потому что действительно в режиме блица, например, когда играешь быстро, в общем-то можно этот момент не учитывать. И хочу показать на примере своей партии, вот здесь ничего я сверхъестественного не сделал, тут даже в один момент я просто оставил похуже, вот, но тем не менее соперник допустил очень такую типичную ошибку, которую мы сейчас с вами и разберем. Итак, эту партию играл недавно в блице, здесь была стильанская защита, и я играю в гамбитмора очень часто в ответ на этот дебют. И вот тут, конечно же, за черных после хода c3 самый принципиальный ход это, естественно, что dc, принятие жертвы пешки. Вот, ход dc разбирать в данном видео, конечно же, мы не будем, здесь отдельная очень большая теория, потому что, допустим, в этой позиции у черных есть разные ходы, это и ход e6, и ход d6, и ход g6, даже ход a6 тоже применяют, вот, поэтому действительно здесь огромные, скажем так, есть развилки, разбирать их сейчас не будем, и гамбитмора, тем более, что время от времени я показываю на своих, как раз таки, партиях, на чужих партиях. Вот, поэтому сегодня разберем ход d3. Ход d3, безусловно, не ставит каких-то проблем перед белыми, и тут белым, как по мне, лучше всего согать c4. Идея хода в том, что теперь белые надежно держат поле d5, и не дают черным прорваться по центру. Итак, что же было дальше? Дальше мы просто развиваемся, то есть белые, конечно же, пешку отыгрывают, и в итоге здесь черные играют e6. Покажу, как черные играют чаще в данной позиции, то есть обычно здесь черные применяют вариант с ходом d6. d6 и затем g6, то есть я чаще всего играю конь e2, g6, с идеей слон g7, далее рокировка, слон g7, ну и здесь, чтобы не было хода конь g4 у черных, очень полезный ход за белых, это h3, и затем после рокировки слон e3. Возникает подобная позиция, где у белых есть небольшой перевес, все-таки у белых довольно сильный центр, и пешки e4, c4, которые называются пешки и маратцы, структура маратцы, вот, ну и тут у черных есть, конечно же, разные планы, это где-то a6, b5 провести, допустим, вот такой есть план в вариантах, есть идея даже e6, d5, но это будет довольно сложно сделать, есть какие-то просто развивающие ходы, типа слон d7, там ладец c8, конь e5, ферзь a5, такие стандартные маневры, но в любом случае у белых чуть поприятнее в этой позиции, то есть, как по мне, играть ее белыми комфортнее, чем черными, но тем не менее, тоже у черных здесь все довольно неплохо. Мой соперник всего этого не сделал, и избрал принципиально другой подход к разыгрыванию данной позиции, сделал ход e6, то есть e6 намек на то, что в дальнейшем черные хотят провести d5, что в итоге последовало. Я все равно сыграл конь e2, далее был основан c5, рокировка, рокировка, и вот тут я допустил ошибку в партии, причем ошибка довольно грубая, которой соперник мог воспользоваться, то есть, мне не хотелось сыграть h3, хотя на самом деле ход h3 довольно полезный, у меня был план провести f4, я сыграл король h1 и хотел сыграть f4 в дальнейшем, вот, и захватить пространство, и затем, возможно, сыграть либо f5, либо e5. Тем не менее, это все, в принципе, неплохо, но нужно было включить ход h3 в данный план, чтобы как раз таки не было хода конь g4, и в целом в дальнейшем возможен уже план король h1, затем f4, ну и далее уже по ситуации, то есть f5, e5, тут уже нужно решать, смотря что еще, конечно же, черные тоже будут делать в данной позиции. Тем не менее, я сыграл король h1, и давайте покажу, почему это ошибка. То есть, как это сразу выдает самый сильный ход за черных, причем ход очень простой, как раз таки тот ход, который я знаю, что не нужно допускать в цицидянке, но тем не менее, в данной позиции он еще и очень сильный, потому что в некоторых вариантах он просто, наверное, неприятный, здесь он ход, который дает черным очень хороший перевес. То есть, в чем проблема этого хода, что после хода конь g4, мне уже плохо возвращаться назад королем на g1, защищая пешку на поле f2, потому что будет ход в f4, но тут уже у белых позиция очень тяжелая, позиция уже близкая к пройганной, потому что висит, прежде всего, мат на h2, висит пешка f2, то есть, допустим, h3, конь f2, и здесь белые уже теряют очень много материала, как минимум качество, ну и, соответственно, остаются в ужасной позиции, по сути, близкой к пройганной. Поэтому король g1, ход плохой. Здесь бы мне пришлось какие-то уже более точные ходы поднимать, не факт, что я смог бы это сделать, тем не менее, при помощи движка, конечно же, они находятся. И, в частности, конь d4 советует компьютер. То есть, в чем идея? В случае хода конь d4, как и слон d4, мы играем ферз g4 и получаем хорошую позицию, потому что теперь по-прежнему остается у белых план с верением пешки f, и, как видно, здесь все-таки у белых есть перевес в развитии. Ну и также сильный центр у белых, конечно же, тоже остался. Тем не менее, черные не обязаны, конечно же, забирать этого коня, и здесь самый точный ход за черных после хода конь d4, это сыграть конь e5. То есть, конь e5, ну и тут проблемы у белых остаются, допустим, слон e3 советует сыграть движок, чтобы укрепить коня на поле d4, ну тогда и конь e3 есть очень сильный ход, и ферз g4 тоже для белых очень неприятно. Здесь во всех вариантах у черных инициатива довольно приличная, у белых всегда тут возникает проблема со структурой, ну вот, допустим, наш 3, опять же-таки, как минимум черные могут сыграть конь e3, делая белым уже совсем плохую структуру в центре, эти пешки, конечно же, не вызывают большого доверия в лагере белых, ну и, конечно же, эта позиция уже явно к выгоде черных. То есть, ничего материального они пока не выиграли, но, тем не менее, положение фигур тут, конечно же, у черных намного лучше. Тем не менее, всего этого в партии не было, и не нашел соперник такой ход, а вот как раз-таки в ответ на мою ошибку он допустил тоже ошибку, которая, в принципе, могла возникнуть и после более сильного хода белых h3. То есть, допустим, после хода h3 тот же ход d5 черный все равно мог не сделать, и ход d5 тоже был плохим бы в данной ситуации. Итак, в чем же проблема хода d5? Дело все в том, что после d5, хотя защиты у черных хватает, но, тем не менее, возникает в конце стандартная тактика, которая бывает в разных дебютах. Давайте ее разберем. То есть, просто белые много раз бьют на поле d5. И тут, опять же таки, чтобы не остаться без, как минимум, фигуры, нужно было сыграть конь d5. То есть, у белых лишняя пешка, но все-таки пешка это не конь. Если же черные играют конь d5, что было в партии, то это, конечно же, уже грубый зевок, поскольку тогда белые играют конь d5. Ну и в этой позиции соперник уже сдался. Дело все в том, что на ферзь d5 последует очень простая тактика. Конечно, раз слон h7 сыграют белые. В скрытый шаг, в скрытое нападение. Ну и после взятия ферзь d5 у белых уже не лишняя фигура, а целый лишний ферзь. То есть, позиция у черных безнадежная. Так что, такая типичная тактика, которая встречается в разных дебютах, которую важно знать. Ну и хочу показать еще одну очень известную идею, то есть, еще одну интересную ловушку, которая связана с данной ловушкой, которая была у меня. Это во французской защите. Похожая, в общем-то, комбинация за белых. Давайте разберем. То есть, она встречается очень часто в партиях любителей. Я в нее тоже попадался в свое время. Вот, и что тут может быть? Разбираем пока французскую защиту. Да, это самые стандартные ходы. Ферзь b6. Играют черные. Ну, тут у белых есть масса ходов. Слон d2 считается самым сильным ходом. Но, тем не менее, слон d3 тоже возможный ход. И, опять же таки, тоже этим ходом белые ставят ловушку, поскольку черным плохо меняться на d4. Вернее, даже не меняться, а бить на d4 конем. Размен пешек это еще нормальный ход. Но конь d4 это уже, конечно же, зевок. Поскольку тогда белые бьют. Ну и на ферзь d4 следует похожая идея. Слон b5 шаг. Причем, даже более того, на слон d7 мы можем не бить сразу ферзя, а поменяться слонами. И, в итоге, после ферзь d4 у белых лишний ферзь за всего лишь пешку черных. То есть, позиция у черных уже, конечно же, безнадежная. То есть, очень известная ловушка, в которую многие попадали. Если мы, допустим, откроем базу на лечесе, то увидим, что... Вот, давайте посмотрим. Данные позиции, кстати, да, почему-то на лечесе он не находит партии. Но, тем не менее, если в мегабазе смотреть, в мегабазе, сразу скажу, что там партии находятся, а здесь в лечесе база все-таки она сокращенная и довольно сильно урезанная с мегабазой. Вот, ну и, естественно, могу добавить, что, конечно же, подобная идея встречается и после. То есть, допустим, если черные сыграют как-то более аккуратно, давайте приведу примерный вариант, чтобы это все точно работало. То есть, например, какой-то такой вариант давайте посмотрим. Вот, то есть, допустим, здесь и белые, и черные какие-то ходы делают. Вот, ну и, например, черные сыграли. Зачем, да? Не знаю, зачем конь е7? Вот, какой-то ход за белых. Рокировка от черных. Какой-нибудь ход за белых тоже сделаю, словно говоря, такой. И по-прежнему черным плохо играть конь d4 по все той же причине, потому что в конце теряется ферзь после слона h7. Зачем я сделал ход конь g6? Дело все в том, что если конь g6 не играть, тогда у белых был бы ход слон g6. Вот, то есть слон g6 тогда был бы ход, и там это уже все не так эффективно. То есть, те варианты тоже можно рассматривать, но там, по крайней мере, ферзя черные точно не теряли. То есть, в любом случае, стандартная тактика. Причем, как видно, даже соперники уровня 2200-2300 тоже могут такое зевать. Поэтому старайтесь проверять указы соперника. Это очень и очень важно, когда играете, особенно в блиц и быстрые шахматы, потому что времени мало, но тем не менее, все равно нужно хотя бы такую мелкую тактику замечать и не попадать в нее. Ну что ж, всем спасибо за внимание и до встречи в новых видеороликах.